Из чего делает фальсифицированный коньяк? Этого явления фактически беспомощны. Причем не только они, но и обыкновенный массовый потребитель самостоятельно защитить себя перед угрозой фальсификации, которая сегодня есть на алкогольном рынке, не в состоянии, равно как и добиться правосудия в процессе преследования фальсификатора. А вот как раз перед вами, скажем, такой джентльменский упрощенный набор классического ботлера-фальсификатора, который, скажем, не в домашних условиях, но более-менее в промышленных условиях может изготовить напиток, особо не уходя в какие-то легальные схемы. Потому что есть четкая классическая технология производства вина и коньяка. К сожалению, с каждым днем она уходит в историю. На смену приходят вот такие вот всякие интересные модные препараты. Вот это вот, например, скажем так, измельченный гранулят дуба, скажем, это основа для получения всевозможных экстрактов, из которых делаются великолепные так называемые коньяки разной выдержки. Вот, например, как это делается, очень просто. Вот берем спирт коньячный. Да, спирт, спирт. А берем обычный спирт. Вот, берем там определенную его дозу, 50 миллилитров, скажем. Вот. Его в бокальчик. Берем, скажем, вот этот вот, например, концентрат. Вот, всего-навсего, объемом 5 миллилитров, не так много. И доливаем его. Да, ну я тут... Это достаточно, да? 5 миллилитров тут вот видно. И вот доливаем его в этот бокал. И вот у нас получается коньяк так называемой пятилетной выдержки. В принципе, обыкновенный потребитель отличить этот напиток, спиртосодержащий, от настоящего коньяка, изготовленного по классической технологии, он просто будет не в состоянии. И, к сожалению, такого вот напитка у нас достаточно много. Можно? Да, конечно. Аналогичная схема. Дальше можно вот в каждый из этих бокалов подготовить, скажем так, псевдоконьяк разной выдержки. Тут будет пятилетний, тут будет семилетний, тут будет десятилетний. То есть нет никаких проблем. И вот по такой же технологии, аналогичной, работают сегодня ботлеры. Современные украинские ботлеры, которые производят так называемый коньяк. Который коньяком просто называть, ну, язык не поворачивает. Вот, теперь что касается предприятия, о котором сегодня упоминалось. Прошу прощения, он безопасен? Ну, как сказать, это спиртосодержащая жидкость с определенной вместимостью добавок, которые безусловно, скажем так, вредны для здоровья, безусловно. Вот, и, кстати, это очень большая проблема, потому что сегодня наши контролирующие органы, к сожалению, пользуются устаревшими методиками. И техническая база лаборатории не позволяет в должной степени сделать объективный полный анализ исследования вот этих вот жидкостей и что в них находится. Поэтому такие продукты, они крайне опасны и нежелательны, конечно, для употребления. Ну, а я же еще раз говорю, к сожалению, нет у нас сегодня института надежной защиты как потребителя, так и легального производителя от этой продукции.